Музыка 26 сентября официально вступил в должность новый глава северского сельского поселения. Выборы состоялись на первом заседании депутатского корпуса. Среди трех кандидатов абсолютное большинство голосов набрал Андрей Дорошевский. Вступаю в должность главы северского сельского поселения, северского района. Клянусь соблюдать конституцию и законы Российской Федерации. Устав и законы Краснодарского края, Устав муниципального образования Северский район, Устав северского сельского поселения и другие нормативные акты местного самоуправления, направляя деятельность администрации на благо жителей и процветание поселения. Работа на таком посту – это огромная ответственность. Достичь конкретных результатов можно только в том случае, если глава поселения и депутатский корпус начнут работу в одном ключе. Все, что возможно было, Игорь Васильевич, делал от души, от сердца. Поэтому позвольте от себя, от вас, от всех жителей сказать ему огромное человеческое спасибо, пожелать ему здоровья, благополучия. У нас не бывает бывших глав, как бывших депутатов. Он в нашей команде, он будет советником, он будет подсказывать, он будет помогать. Передача опыта – залог успешной административной деятельности. Игорь Крикун пожелал своему коллеге долгой и плодотворной работы в новой должности. Ну, прежде всего, мне хотелось бы, конечно, поздравить Андрея Владимировича с этой высокой, почетной, но в то же время страшно тяжелой должностью. Поэтому крепитесь и работайте. Мне хотелось бы поздравить, ну, избранный депутатский корпус с тем, что они пришли сюда и в тандеме должны работать. Вот я вспомнил русскую одну поговорку «на то и щука, чтобы карась не дремал». Вот вы должны быть той щукой, чтобы администрация поселения, ну, как бы, не застаивалась, не было какой-то рутины. Но, тем не менее, вы должны работать совместно, как сказал Адам Шахметович, только в совместные усилия, чтобы не противоборствовали, не ставили друг другу препоны. Тогда будет польза. На инаугурации присутствовали глава района, работники администрации северского сельского поселения, работники прокуратуры, депутаты поселения и представители православной церкви. Всегда старайтесь достойно исполнять свои обязанности прямые. Во благо, конечно, в первую очередь жителям станицы Северской, для того, чтобы станица нас, как сказал, голова была краше, чтобы она процветала, и чтобы жители всегда о вас говорили только добрые и хорошие. Вступив в должность, Андрей Дорошевский обратился ко всем присутствующим. Я понимаю, что вступление в должность я принимаю на себя, принял, уже принял. Серьезное обязательство, ответственность за поселение, за людей, за граждан, которые здесь живут, и которые доверили депутатам выбрать, проявить волю извлений и выбрать меня. Благодарю всех за оказанное доверие. Обязуюсь направлять всю свою деятельность, работу и время на благо состояния и процветания нашей станицы и нашего района. Спасибо большое всем. Жилищно-коммунального хозяйства благоустройства. Проблема простая. Завалили дорогу, ливневую каналу. Мы тонем. По этой проблеме я пришел решить. Эта проблема длится в течение четырех лет. Мы обращались во все инстанции, нашей главе одному, главе второму. Вот сейчас мы решили вопрос, значит, что будет, что-то будет. Пообещали разобраться, прийти в понедельник, посмотреть. Мобильные приемные губернатора действуют регулярно. Они позволяют жителям даже самых отдаленных уголков Кубани обратиться напрямую в администрацию края для решения своих проблем. Юбилей детского сада – особый праздник. Это настоящий калейдоскоп детских голосов, счастливых улыбок и звонкого смеха. Именно с таким настроением встречал детский сад номер 4 свой 30-летний юбилей. Сегодня нашему детскому саду исполнилось 30 лет. Более 500 мальчишек и девчонок ежедневно приходят в наш детский сад. Работают в нашем детском саду более 70 человек. Каждого – воспитателя, младшего воспитателя, музыкального руководителя, повара, сторожа, всех-всех-всех я поздравляю с нашим юбилеем. Пусть наш детский сад еще очень долго радует наших воспитанников, наших родителей и наших гостей. С юбилеем детский сад! Конечно, 30 лет – это очень серьезная дата, очень значимая. Только человек, который работает воспитателем, может понять, насколько он любит детей, как ему дороги они, насколько он может найти подход к каждому родителю, общий язык. Мы с вами делаем, мои дорогие, одно общее дело. Нас объединяет одно маленькое, но емкое слово – любовь к детям. С праздником нас, дорогие коллеги, еще раз! 30 лет назад, в сентябре 1989 года, впервые распахнул свои двери детский ясли сад номер 4. За 30 лет около тысячи ребят выпустило дошкольное учреждение. Сейчас здесь работает 15 групп для более 500 ребятишек. Для них трудятся 80 сотрудников. В этот юбилейный день рождения в каждом уголке учреждения ощущалась добрая атмосфера торжества. Украшенные холлы яркими воздушными шарами, совместными работами родителей и детей в честь юбилея, светлые улыбки сотрудников – все говорило о том, что здесь любят и ждут всех гостей. На торжестве по случаю юбилея присутствовали почетные гости – родители ветераны педагогического труда. Хочется пожелать нынешнему коллективу, чтобы они очень высоко держали эту марку. Они все изумительные, очень творческие. И пусть эта марка, эта любовь, она идет с ними по жизни. В такой замечательный день в детском саду царила прекрасная атмосфера. Пожелания процветания, творческих успехов, здоровья сотрудникам, детям и родителям звучали в течение всего дня. А вы знаете, что у нас в садику исполнилось 30 лет, я люблю свой детский сад. Я выпускница этого детского сада и хочу поздравить его с 30-летием. Пожелать успехов и процветания. Днем рождения детский сад. Спасибо вам за вашу теплоту, за заботу, за понимание, за то время, которое вы дарите нашим детям. Мы желаем нашему детскому саду процветания, чтобы вы здравствовали и всегда радовали наших детей и нас своим присутствием. Мы вас очень любим. На праздничном мероприятии юные артисты из числа нынешних и бывших воспитанников доставили немало радости зрителям. Их творческие подарки украшали хореографические композиции, трогательные стихотворения и веселые танцы. АПЛОДИСМЕНТЫ Насыщенную концертную программу подарили гостям лучшие творческие коллективы Северского района. Юбилейная дата ушла в историю. Впереди у замечательного коллектива детского сада номер 4 новые достижения, свершения, постоянное повышение педагогического мастерства, участия в жизни Северского района и края. Но самое главное – это достойно воспитания мальчишек и девчонок. Елена Меркатан, Владимир Галуцкий, Паэл Фисатиди, телерадиокомпания «Атаман», Станица Северская. Охота – одно из самых популярных мужских увлечений. Запах пороха и азарт добычи зверя привлекает многих. Но на самом деле не все так просто. Даже находясь в условиях дикой природы, есть правила, которые необходимо соблюдать. В первую очередь охотнику обязательно надо знать правила охоты, знать, какие документы он должен иметь при себе. Обязательно при себе не в машине оставить, не дома оставить, а нужно при себе разрешение на хранение и ношение оружия, федеральный охотничий билет, разрешение на добычу охотничьих ресурсов и путевку на данное хозяйство, где он охотится. Также необходимо помнить, что у нас есть виды, которые необходимо записывать до начала транспортировки. То бишь это попадает сюда фазан, заяц и гусь. Добыл охотник эту дичь. Прежде чем его положить в рюкзак и идти дальше охотиться, он должен сделать соответствующую отметку в разрешении на добычу охотничьих ресурсов. Про такие нюансы многие забывают. Неотмеченные в путевке звери или птицы могут обернуться для охотника штрафом или другим серьезным наказанием. Северский район богат охотничьими ресурсами, но стрельба во все, что движется, также карается законом. Санкция предусматривает штраф от 500 рублей до 4000 с конфискацией оружия охоты, либо бестоковой, либо лишение права охоты. Получается в законодательстве вилка и будут уже рассматривать суд именно на усмотрение судьи. Кроме того, многие понимают охоту как активный отдых. Значит, можно взять с собой горячительные напитки. Опыт показывает, огнестрельное оружие и алкоголь несовместимы. Понятно, что если человек выпил 50 грамм, допустим, перед охотой традиционной и пошел к нему, особо никто вопросов, претензий задавать не будет. Но если человек будет находиться, так скажем, в неадекватном состоянии, ну, будет, что инспектор министерства, что егеря охот общества вызывают сотрудников полиции на место для того, чтобы уже дальше они оформляли процедуру данную. Охота на перепела и голубя открыта с августа. В скором времени стартует добыча фазана и пушного зверя. От охотника требуется немногое. Умение добыть дичь не нарушая при этом закон. В ближайшее время, 12 октября, в субботу, открывается охота на фазана, на самца фазана. И со 2 ноября, суббота, 1 ноября, будет открытие на пушного зверя. Волк, шакал, заяц, лиса, ентовидная собака, также еноты, полоскуны и куницы. Правда, не все регламентируется законом. Существует еще и охотничья этика, негласный свод правил поведения в угодьях. Соблюдая их, любимое увлечение всегда будет в радость. Иначе доказывать свою правоту охотник будет уже в суде. Андрей Котовский, Руслан Лов, Владимир Галуцкий, Павел Фисатиди, телерадиокомпания «Атаман». В августе прошлого года Роме Суминову, ученику Львовской школы номер 27, поставили страшный диагноз – лейкоз. Многие знают, что это за болезнь и как тяжело с этим бороться. После долгого лечения, химиотерапии и реабилитации болезнь вновь подступила. 24 сентября у Ромы случился рецидив. Срочно госпитализировали анализы, все подтвердили. Впереди снова очень сложный этап. Теперь Роме предстоит перенести пересадку костного мозга. В Краснодаре таких процедур не делают. Им срочно необходимо лететь в Москву или Питер. Перелеты проживания за свой счет. Мама Ромы одна воспитывает его. И в настоящее время была вынуждена уйти с работы, так как постоянно находится с ним в клинике. «Мы обращаемся ко всем жителям нашего района. Давайте вместе поможем Роме. Любая незначительная сумма станет большой помощью к его выздоровлению». Раннее утро в московском зоопарке. С самого начала осени местные обитатели готовятся к зиме. Каждый по-своему. Семейная пара гималайских медведей только проснулась и сразу на завтрак. Эти краснокнижные животные обитают в Азии от Сирии до Японии. В России лакомятся сочной морковью и тыквой. Это старожилы зоопарка. Им 23 года, что по человеческим меркам под 70. Всё лето они вдоволь наедаются, откладывая жир. С первым снегом скроются во внутреннем вольере. «И природе интересно тем, что они зимуют в дуплах, в дуплах деревьях. Они вообще полудревесный образ жизни ведут. В отличие от бурого медведя, они очень любят лазать по деревьям и есть именно растительную пищу, какие-то там плоды и т.д. А зимуют они в дуплах лип и тополей. Представляете, какой тополь и лип должна быть в диаметре, чтобы вот такой крупный медведь залег на всю зиму». В вольере с утками и венциносными журавлями живет семья сурков. Зимой они тоже уходят в спячку. Причем самки раньше. Оттого сейчас на публике появляется лишь самец Арчи. Он деловито обходит вольер, демонстрируя усердно отъетые бока. «Здесь видно норы. Норы они роют сами. И как раз они сейчас, вот этот период, когда они готовятся к зимовке. Как только холода наступит, это где-то сентябрь, октябрь, они уходят на зимовку и до весны они спят. Поэтому мы по ним тоже судим. Как только сурки появились, значит, у нас с погодой все будет налаживаться». К зиме готов и двугорбый верблюд. Если летом из-за линьки он пугает посетителей своим потрёпанным видом, то к осени отрастает новая густая шубка. Не боится холодов и семья азиатских слонов. Это одни из самых крупных животных на планете. Самый юный и игривый член семейства – двухлетний филимон. Везде следует за мамой. Несмотря на толстую шкуру, слоны очень чувствительны к укусам насекомых. Оттого непрерывно обсыпаются песком. «Сейчас они гуляют. Зимой они тоже могут гулять. Если температура, допустим, до минус 10, и нет ветра и солнечная погода, они спокойно могут гулять на улице. Пропускают буквально на час, не больше. Потому что уши могут отморозить, а так ничего». Осенью из-за сокращения светового дня зоопарк открыт для посещения с 9 до 8, а не до 10 вечера, как летом. Субтитры создавал DimaTorzok и какую страховую пенсию вы уже заработали. О, а давайте размер моей пенсии посмотрим. Пенсионный фонд России Зачем он тебе нужен? Рано или поздно он тебя бросит. Не усложняй себе жизнь. Нет, не бросит. Никогда. Я его уже люблю. Поздно. Но вам негде жить. Мне все равно. Он мой. Я его никому не отдам. Я же тебе сказала, люблю. Да что ты знаешь о любви? Ты еще молодая и глупая. Избавься от него. Мам, ты не понимаешь. Я твои ошибки не повторю. Я его сохраню. Это мой малыш. МЧС России предупреждает. Регистрация маршрута – гарантия безопасности. Безопасность начинается с тебя. МЧС России Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова